рассказ михаила зощенко отчаянные люди говорят верблюд месяц может ничего не жрать вот это дивное животное он говорят пососет какую-нибудь там травку понюхает камушек и с него хватит сыт по самое горло вот это благородное животное а теперь скажем человек человеку ежедневно чего-нибудь пожрать нужно он какой-нибудь там травинкой не прельстится и камней нюхать не станет ему вынь до полос чего-нибудь и такая острое суп и на второе рыбу где валяй вот что он любит и мало того что человек ежедневно пищу жрет а еще и костюмы носит и пьет и в баню ходит эти же люди чистое разорение для государства вот тут и проводи режим экономии вот тут и сокращай разбухшие штаты для примеру человека ради экономии сократишь а он и после сокращения все свое жрет а еще и костюмы носит то есть откуда он так ухитряется удивляться приходится чистое разорение вот с нашего двора палька ярошов под режим экономии попал сократили парня ну думаем пропал палька ярошов чего он теперь делать будет раз режим экономия только видим нет не пропал вышел во двор сразу после сокращения гуляет плюется через зубы это говорит я знал я говорит ребятишки завсегда под лозунги попадаю седьмой раз меня сокращают как какой лозунг объявят режим или борьба за качество так мне всегда крышка я к этому привыкши но говорим привычка привычкой а хлебать то чего-нибудь теперь будешь а да уж говорит жрать придется не верблюд ну думаем пропал на словах только хохорится а сам подохнет только проходит месяц и два нет не дохнет курит плюется через зубы и костюмы носит ну думаем или он собака ежедневно госбанки грабит или деньги сам печатает палька говорим откройся ослабонись свою совесть чем ты говорим бродяга корми си а он говорит да знаете ребятишки я на другую службу поступил трудновато думаем с такими отчаянными людьми режим экономии проводить их сокращают они все свое пьет жрут и костюмы носят с верблюдами малость было бы полегче